Привет! Как дела? Сегодня рассказ про город Фолкстон, который находится на юго-восточном побережье Великобритании в английском графстве Кент. Город Фолкстон, в который мы отправились с мамой в начале января 2017 года, находится на побережье пролива Ла-Манш, всего лишь в 11 километрах от главного европейского порта город Дувр, о котором я вам уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Однако Фолкстон является главной отправной и конечной точкой Евротуннеля, который был построен совсем недавно между Великобританией и европейскими странами и является единственным наземным путем, который проходит по дну моря и его самая глубокая точка составляет 75 метров. Так автомобили загружаются в поезда и мчат на скорости до 160 километров в час из Великобритании на европейский континент и обратно. Мне удалось однажды попасть на такой поезд, мы ездили автобусом в Амстердам и вот ехали по Евротуннелю. Нужно сказать, что именно там у меня выработалась такая колустрофобия, потому что я понимала своим сознанием, что нас погрузили в какие-то огромные такие поезда, прям автобусы, машины заезжали в эти поезда, и мы поехали через этот туннель под морем, а случай что, если там где-то прорвёт, и всё, и нас затопит, и ты даже не сможешь выбраться не то что из туннеля, так даже из этого поезда. Создавалось какое-то такое впечатление, что тебя просто грузят куда-то, и ты уезжаешь из этой жизни навсегда. Ну, не знаю, в общем, как-то было страшновато путешествовать, но в итоге мы доехали, и я облегчённо выдохнула. Ну, бог с ним, с Евротуннелем. Благодаря этому Евротуннелю Фолкстон продолжает как-то держаться на плаву, потому что в последнее время он абсолютно превратился в какой-то маленький городишко, а до этого он расцветал и был главным морским курортом всей аристократии и даже королевских персон. Ну, а по всём по порядку. Первые поселения появились здесь ещё в эпоху Мезолита, а в VII веке образовался женский монастырь, и с XIII века развивался морской порт. В XIX веке для защиты от французского вторжения здесь была построена бухта, и с приходом железной дороги в 1843 году она разрослась на запад. В XIX-XX веках город был важным в Великобритании морским портом и бухтой. На пике своего расцвета, в начале XX века, Фолкстон считался самым фешенебельным морским курортом. Его посещали королева Виктория и Эдуард VII, а также огромное количество джентльменов английской аристократии. Впечатляющие здания, таунхаусы, виллы, частные дворы, огромные отели были построены для членов дворянства. Но после Второй мировой войны, когда открылись пути на туристические курорты Европы, британцы стали выезжать на каникулы за границу. В связи с этим знаменитый курорт пришел в упадок. С тех пор, как в Фолкстоне открылся Евротуннель, бухта Фолкстона уменьшилась, но по-прежнему встречает небольшое количество кораблей. И вот в январе 2017 года мы с мамой сели в междугородний автобус, который, кстати, в Англии называется не бас, а коуч, на станции Виктория и отправились в Фолкстон на целых два дня. Мы путешествовали автобусной компанией National Express, и билеты нам обошлись в 23 фунта 50 центов туда и обратно на двоих. Отель мы сняли на берегу моря, который обошелся нам в 28 фунтов, но туда еще вошел завтрак. Это достаточно дешевая цена для отеля в Великобритании. Обычно нам самый дешевый отель обходился от 50 до 80 фунтов, а тут 28 фунтов, я подумала, почему бы не поехать в Фолкстон. И вот так вот мы отправились на один уикенд, субботу и воскресенье. Путь от Лондона до Фолкстона составляет 113 километров по трассе, 100 километров по прямой. И мы проехали этот путь за 2,5 часа. Выехав в 11 утра, мы прибыли в город в час 30. И сразу же пошли гулять по городу, так как заселение в отель обычно происходит в 2-3 часа вечера. Субтитры подогнал «Симон»! Первым делом, естественно, мы вышли на набережную. Она находится недалеко от автобусной станции. И там увидели на заборе огромное количество разноцветных маков. И они все были вязаны, выполнены вручную и как-то наклеены на забор. Я это все пофотографировала, мама там тоже встала, пофоткалась. И мы пошли гулять по променаду. Спускаться вниз к морю нам пришлось очень долго. Там есть такая лесенка, зигзаг называется. Ну или серпентин. Мы спускались уже на второй день, об этом я чуть-чуть попозже расскажу. А так вот мы прогулялись по променаду. Было достаточно холодно, но солнечно. Вообще в январе очень часто бывают солнечные дни. И мы, дойдя до конца, где там уже начиналась какая-то тропинка, гулять такими... хайкинг это называется. Ну, то есть тропинки по горам. Мы уже решили не ходить дальше, потому что у нас не было соответствующей обуви, соответствующего прикида. И все рюкзаки и сумки были на нас. Мы все еще не поселились в отель. Посидели немножко на ламочке, позагорали. Я всегда люблю зимой, когда есть солнце. Впитывать в себя солнечные лучи, витамин D никто не отменял. Там же мы пофотографировались, посмотрели на людей, как люди гуляют с собаками, как девочки катаются на роликах. В общем, достаточно много народу было на променаде. Видимо, это вот основная такая у них прогулочная площадка, куда выходит практически весь город погулять в выходные дни. Я же увлеклась фотосъемкой отражений в лужах. Мне очень нравится видеть красоту отражений чего-либо в лужах. И я это всегда стараюсь поймать в объектив своей фотокамеры. И там было такое огромное количество красивых, витых, таких кованых фонарей, что я вот увидела такой фонарь в луже и решила пофоткать. Потом стала искать другие отражения. Вот что у меня получилось, вам показываю. А также мне очень всегда нравится разглядывать окна. Если я там что-нибудь увижу в окне, как вот, допустим, в этом городе, я увидела такую красивую хрустальную люстру и решила тоже запечатлеть у себя в памяти на цифровой носитель. Люблю рассматривать дома, архитектуру, ну и все, что доступно людскому глазу. Ну и мы как-то двинулись обратно уже заселяться в отель, так как зимой в Англии темнеет уже в 4 часа. Ну, думаем, что нам ходить по темному, неизвестному нам городу, чего-то искать. Тем более мы не знали, в принципе, куда пойти. Мы просто приехали так вот, как бы, выехать. От всех своих забот и проблем у меня уже подходили к концу мои каникулы. Мама тоже уже уезжала в ближайшие дни. И вот так вот мы просто решили сесть в автобус и поехать куда-нибудь. Судя по всему, в отеле мы были одни. Мы пришли в свой номер. Там, кстати, были такие красивые кровати, оформленные в Quilted Duvet. Это называется. То есть одеяло выполнено в стиле Quilt. Quilt? По-русски как? Не знаю. Стеганное, наверное, так вот. Стеганные такие одеяла. Они очень ценятся в богатых аристократических домах. Вот в моей семье с собаками там были только такие одеяла. И я тоже уже подумывала купить себе такое. И вот впоследствии, после этой поездки, нашла даже не то, чтобы с цветочками такое, вот как было в отеле, а вот такое вот с Лондоном. Прямо искала на eBay. Называется Quilted Duet Cover. То есть покрывало. Выполненное в стиле Quilted. И вот нашла, купила. Я уже не помню за сколько, но где-то там 20-25 фунтов. Мне оно до сих пор греет душу. И я очень люблю. Также у меня есть такие же шторы. И одна такая наволочка на квадратную подушечку. Но я ее нигде не использую. И когда мы пришли в этот отель, он был не натопленный. Нам было очень холодно. И где-то через час мы начали согреваться. И мы поняли, что конкретно для нас включили отопление. Потому что помещение, в которое мы вошли, было не протопленным. Укрывались мы и одеялом, и этим покрывалом. Но под утро мы настолько зажарились, что скинули все. То есть для нас протопили по максимуму. Потом еще на утро у нас был завтрак. Многие, кстати, стереотипно так думают, что на завтрак англичане едят овсянку. Овсянка, сэр? Нет. Если честно, я еще ни разу не видела, как англичане едят вообще в любое время суток овсянку. Не было такой кухни в моих английских семьях. Основным завтраком, особенно в отелях, у них является как раз-таки английский, британский завтрак, который включает в себя очень жирное, насыщенное блюдо. Из сосисок, из яичницы, из фасоли, из грибов. Пудинг, это такая кровяная колбаса, тосты и много-много всяких различных ингредиентов. Ну, у каждого свои традиции, кто там что может предложить. Есть еще и колбаски какие-то, и, в общем, я уже даже не помню, но мне всегда было интересно. В отелях есть английский завтрак, full English breakfast называется. Я всегда беру полный английский завтрак, потому что интересно посмотреть и попробовать все, что могут предложить. Мама, помимо этого, взяла еще себе хлопья. Это второй по знаменитости у англичан завтрак. Ну, и там какие-то йогурты, чай, кофе мы попили и пошли гулять. Вот такого вот полного английского завтрака мне обычно хватает на весь день. Не чувствовать себя голодной. И вот во второй день мы как раз решили уже спуститься к воде и погулять там по клифам. Клиф это вот как раз скала. Там вот этот вот зигзаг, зигзагообразная такая дорожка, которая идет сквозь, так скажем, парк какой-то. Там много птичек поют, какие-то столики есть для пикника, различные кусты красивые, там очень много сосен. В общем, как-то гуляешь и как будто по лесу гуляешь, но прямо у моря. Очень какое-то такое классное впечатление создалось у меня. И вот там мы надолго зависли, разглядывая различных птичек. Они прилетали, там сороки, какие-то воробушки или даже снегирином, в общем, с красными и желтыми грудками. И я пыталась их сфотографировать. И у меня как-то получалось. Они так надолго замирали, что мне удавалось схватить их в фокус и сфотографировать. А потом мы их кормили, чем у нас было, там немножко хлебушка. И затем мы двинулись наверх. Подниматься наверх было очень тяжело. Когда ты нагуляешься, особенно с сумками, с рюкзаками тяжелыми, надышишься свежим воздухом и потом подниматься на скалу достаточно тяжело. Нас это заняло, может быть, около часа или двух часов. Ну, конечно, мы не спешили никуда. У нас автобус назад был на 3 часа вечера. Мы продолжали гулять, потом опять прошлись по променаду. Хотели еще пойти в сам порт сходить. Но подумали, наверное, там тоже долго спускаться и подниматься. И не пошли. А сверху я увидела такое огромное количество дымовых труб. В Англии дымовая труба называется чимней. И они какие-то такие новенькие, на солнце так играли красиво. И что я сделала несколько красивых кадров, мне они очень понравились. Потом мы решили пойти в центр города, посмотреть, что там находится. Но мы не поняли вообще, как город расположен. Нашли музей, но он, к сожалению, в воскресенье был закрыт. И мы остались без музея. Потом мы уже стали ждать наш автобус. Я уж не помню, уходили мы по магазинам или нет. Но как-то так вот не очень зашла нам эта поездка в январе. Потому что делать там в январе в принципе нечего. Только гулять. Я думаю, что если ехать в Фолкстон, то стоит ехать туда летом. Ну или в начало осени, или весной. Вот это будет классная поездка. Особенно если можно будет покупаться. Ну, наверное, летом самое то. Я же люблю море, солнце, купаться, песочек. В общем, все там это есть. Главный курорт Великобритании когда-то был. Поэтому приезжайте в Фолкстон, если вас интересуют такие города. Или просто хотите съездить в какое-то новое место Великобритании. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok